А вы знали, что нефть бывает не только черного цвета? Нет? Эти ребята тоже. Нефть может быть янтарной, зеленой, коричневой и других цветовых оттенков. Я вот когда только что послушала, узнала, что она разного цвета бывает. Для меня это было удивлением. Я думала, что она всегда черная. Пока Кирилл Владимирович не сказал, я даже бы не знала, что такое бывает. Для меня это что-то было новое. Об этом ребятам рассказали на экскурсии в корпоративном музее Ренпурнефтегаза. А еще об истории развития предприятия и города в целом. Нефтяники знают немало легенд про строительство Губкинского. Когда шло строительство города, Виктор Гаврилович Агеев перехватил на пурпе эшелоны с комплектами для строительства жилых домов, которые шли из Молдавии в Новую Рингуй в качестве расчета за газ. Это уже было после развала Советского Союза. И вот такие бартеры применялись повсеместно. Виктор Гаврилович смог договориться на уровне министерства и завернуть эти эшелоны с пурпе. И тем самым построил девятиэтажные дома в 9 микрорайоне. Узнал историю. Честно, в городе живу с рождения. Историю знал очень плохо, за что было стыдно. Не знал создания этой организации. Не знал, как вообще город строили. Сегодня узнал, что конкретно по роду Сегас, сегодня была озвучена цифра процентов 80, сложил сил и не только помощи в создании нашего города. А еще будущих коллег познакомили с главными экспонатами музея, образцами породы, извлеченными с разных глубин, и буровыми долотами, с помощью которых пробурены тысячи метров горной породы. Подержали ребята в руках и золото дураков. Есть такой минерал, который называется перит. И как Кирилл Владимирович показывал, он очень сильно блестит на солнышке. И некоторые люди принимали его за золото. И поэтому, хотя он абсолютно неценный, он абсолютно часто распространимый, да. И он такой носит шутливое название «золото дураков». Я впервые нахожусь в Пурнефтегазе, в здании. Также впервые находимся и в музее. Очень интересно. На самом деле программа была насыщенной. Много что узнал. Узнал в плане своего профиля. Еще больше ребята узнают на практике. У них она не за горами. Благодаря партнерским отношениям с предприятием «Роснефть», как Харампурнефтегаз, так и Пурнефтегаз, мы отправляем детей на практику. И это очень большой шаг для их профессионального роста. Они возвращаются, и мне прямо с упоением на протяжении нескольких занятий каждый рассказывает, чем занимался. Это у них абсолютно другое понимание. Они вот мне говорят, а вы нам говорили, а вы нам говорили, а мы вот это вот видели, а мы вот это замеряли, а мы вот сюда вот ходили. Мы ходили на буровую, мы ходили на скважину. Экскурсия никого не оставила равнодушным, а самые эрудированные студенты ушли с сувенирами – каплями нефти. Их ребята получили за правильные ответы в викторине. Наталья Рябинина, Денис Гимб, Новости Губкинского.